Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Я напомню, что сегодня у нас 3 марта, и мы отмечаем День писателя. И очень здорово, что у нас в гостях сегодня детский писатель Наталья Салтанова. Доброе утро, Наталья! Доброе утро! Мы вас поздравляем с праздником, во-первых. Спасибо! Очень приятно, что вы свой праздник пришли к нам сюда и еще принесли с собой, естественно, книги. Вот, Семен, одну мне прямо... Книжки! Я уже одну наклянчил. Это вот для самых маленьких, правильно? Да, да. Есть для постарше, которые еще и могут... Это книжка-раскраска сказки? Да, да, да. Которые можно еще и раскрашивать. Она плотная такая. Затем, судя по обложке, это еще для более старших. Это сборник, сборник, и там как раз 3 моих рассказа. Это сборник, который выпускают при журнале «Урал», и это детская, и называется «4,5. Альманат для семейного чтения». И здесь очень много интересных произведений, и я счастлива, что здесь мои рассказы. А как вы вообще это все придумываете? Ну, для этого существуют разные техники, и мне кажется, каждый в детстве придумывает сказки. И, в принципе, любой может стать писателем. И я считаю, что чем больше писателей в России и в мире, тем лучше. Блогеры пишут интереснее, когда они знают, как писать истории. Мы общаемся интереснее, потому что мы уже можем более структурированно рассказывать свои истории. Поэтому учиться писателю нужно, и я рекомендую всем. Во-первых, это интересно. Нужно же нести мысль обязательно какую-то. Иди, ну иди. Это очень важно. Нет просто истории, как колобок катился, 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 и всегда катился. Там много смыслов. Там много смыслов. Вот вы когда придумываете, вы сначала закладываете какой-то смысл в историю, чему вы хотите научить, и к этому подводите. Вот как пишется, какой порядок, что нужно делать? Сначала нам нужно придумать героя. Герой должен быть чем-то необычным. Дальше у героя должна быть какая-то цель. Он что-то хочет, у него должна быть мечта. А затем случается вдруг и однажды. И однажды что-то случается. Еще Джанни Радари, когда был учителем итальянского языка в своей школе, он придумал так называемый беном фантазии. В беном фантазии, когда соединяются, казалось бы, несоединимые вещи, и возникает совершенно необычный герой. Ну вот вы можете назвать какой-то предмет, и мы сейчас с вами придумаем необычного героя. Апельсин-торопышка. Апельсин-торопышка. Хорошо поиграем. Ну, для апельсина-торопышки нам нужно, чтобы здесь возникло еще один какой-то предмет, и тогда состоится беном фантазии. Я пример приведу. Джанни Радари говорил детям, ну посмотрите вокруг, выберите. Они говорят, собака, кричат. Он говорит, а теперь еще какой-то предмет. Они говорят, шкаф. И он говорит, собака у шкафа, собака на шкафу. Что она там делает? Собака под шкафом, да? А собака за шкафом. И собака шкаф. Что может делать собака в шкаф? В каком мире эта собака шкаф живет? Как с ней выгуливают? Как с ней гуляют? Каким образом? Кто у нее хозяин? И тогда вокруг этого странного, неожиданного предмета появляется целый мир. И вот собака шкаф, у нее есть какая-то цель найти, допустим, кушетку кота для того, чтобы ее погонять. И вот мы представляем уже мир, у которого есть цели, и он совершенно необычный. И можно продолжать истории, придумывать серии. Так, дайте попробую. Апельсин-торопышка. Так. Всегда очень торопился. Ну, это вкратце такая сказка. Характер такой, да. Вот. И как-то он захотел попить? Чаю. Чаю. Так. Чайник только вскипел. Он был очень горячий. Ой. И тут произошло вот это вот но, да? Развертка события, что торопышка-то зря торопится. Ну, торопышка зря торопится. Ну, здесь тогда должен быть какой-то диалог. То есть у чайника тоже есть какая-то задача. Допустим, апельсин не... А чайник просто устал терпеть, его уже наполнило. Наполнило чем? Кипятком. 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 Ну, его же задача, чтобы он никого не ошпарил. А у апельсина задача какая? Поскорее. Попить чай поскорее. Ну, хорошо. Каким образом они договариваются? То есть у нас тут вообще конфликт? Интерес конфликтов? Это у меня всегда так. Нет. Нет. Поэтому они должны выстроить диалог. Возможно, они позовут кого-то третьего для того, чтобы втроем попить чай. Вот. Любые предметы могут быть. Ну, вот у вас очень красивая, Татьяна, туфельки, да? Мы можем историю с туфелькой придумать. То есть соединить что-то несоединимое с туфелькой. Представьте себе, ну, я просто услышала песенку до этого, что туфельки поют песни. То есть талант у туфелек петь песни. Замечательно. Нет, я не буду петь из Танины туфельки, говорит апельсин. Это уже другая сказка. Это уже отдельная сказка. Это другая сказка. У нас уже, мы не придумали третьего человека, который и дождутся, когда остынет чай тогда. Нам, вот, я просто говорю, что мы сначала сочиняем интересного героя, и от этого уже идет. И так у нас есть туфелька, Семен, присоединяйтесь, которые поют песенки. Так, нам нужен еще какой-то герой, да? Эти туфельки носит какая-то маленькая девочка, да, допустим. И она очень любит с ними ходить и слушать, как туфельки поют песенки. Например, и тут случается вдруг. Что может быть вдруг? Туфелька одна потерялась. Да, еще какие могут быть варианты? Сломался каблук. Сломался каблук. Значит, она осип голос у нее. У туфелек осип голос. Потому что сломался каблук. И тогда девочка приносит туфельки, поет горячим чаем, угощает апельсином, и туфелька, значит, голос к ней возвращается. Допустим, так. А еще, может быть, так. Девочка выросла, а туфельки ей малы. И из-за того, что ей ножку жмет, она сама кричит и поет. Ай-яй-яй-яй-яй. И идет с этими туфельками, которые ей малы. Так это не сложно, слушайте, правда. Это весело. Это весело. Идет к мастеру, допустим. И у мастера обувщика целый магазин разных, с разной обувью. Вот какие могут быть кроссовки? Рваные. Ну, они же не продаются у мастера. Мастер-то их зашил. А. А. Ну, если рваные просят кашу, то могут быть. Так, да, кашу, кашу хочу. Я пытаюсь во что бы фантазировать. Отлично получает. Кроссовок стоит и кричит, кашу хочу, кашу хочу. Так, какие еще? Разноцветные какие-нибудь, яркие. Разноцветные, яркие. И она говорит, ну вот у меня туфельки мало, хочу кого-то замыть. Она говорит, ну вот у меня есть туфли, которые хорошо танцуют. Танго. Хочешь такие? А. Каждая туфлика обладает каким-то свойством. Да, да. А есть просто красивые. И она выбирает красивые. Потому что она сама умеет танцевать, научиться может. Да. Петь и все. И мораль получилась? Ну, мораль-то, конечно, получилась. Но нам надо еще, чтобы был дополнительный выбор. То есть ей к тому, что она может в красивых туфельках и петь, и танцевать, не беря способности у этой обуви, ей нужно к этому прийти. Для этого, чтобы была многосерийная история, нам нужно, чтобы она повыбирала. То есть, ну, допустим, мастер говорит, а вот эта клетка, а в этой клетке я живу туфельки, которые поют арии. Хочешь петь арии? Она говорит, хочу. Эти туфельки мне как раз? Он из клетки. Ну, где поющие туфли могут жить? Он ее закрывает в клетку вместе с туфельками. Это история про Пригожину и Валерию, как птица в клетке. Слушайте. Ой, какая история получается. Приходите к нам каждое утро. Фантазировать с утра это так классно, так легко. Я сейчас столько напридумаю вообще. Будем сейчас разыгрывать 500 миллионов тысяч поцелуев от меня. Пишите. А чего же нет? Да. Я напомню, у нас в гостях была Наталья Салтанова. Мы вас благодарим за прекрасные истории. Надеюсь, вы, друзья, записали все приемы, как можно быстро и здорово придумать книжку целую.